Всем привет, наконец-то долгожданное видео на моем канале. Очень много работы, делаем дизеля, ремонтируем, совершенно нет времени снимать. Ну вот сегодня тут мы состыковались с Валерой, сейчас обеденный перерыв. Мы немножко хотели поговорить о Чао. Валера, ну расскажи, что вообще за человек такой был? Чао. Во-первых, всем здравствуйте. И всех с прошедшим старым Новым Годом. К сожалению, да, в нашем коллективе закончился старый год печально, потому что из жизни ушел Андрус, по-другому его называли Чао. Андрус Эльма, так если полно. Андрус Эльма, да. Конечно, я начну с того, как мы с ним беседовали, сколько у него были, какие были у него мечты. Вот, к сожалению, да, это так трагично все закончилось. Конечно, очень он заинтересован был за счет паровоза. И как раз вот в этом году, в январе, в конце января, февраля, у нас должны были начаться теоретические обучения, скажем так, проходить на паровоз. Чтобы к весне могли, по-моему, возможно, пройти практически уже. То есть он-то бы там участвовал, да? Да, да, обязательно, потому что у нас и было запланировано, что будет проходить, вот сейчас я говорю, что теория. Вот, а весной уже, в мае, там, может, в конце мая мы планировали, значит, паровоз втопить и, соответственно, уже проходить тут на месте поездную маленькую практику. Вот, вот, вот такие, вот такие у нас были планы. Вот, так, все эти планы, конечно, для нас оборвались. Вот, ну, да, конечно, это дело, потому что сейчас машинистов особо нет на паровозе, вот, и надо было их готовить. Вот, и мы, конечно, эти курсы проведем, у нас осталось машинистов, вот Андус ушел. Вот, ну, скажем, какой он, какой он был человек, вот, человек он был, конечно, хороший, всегда помогал в плане того, что он нам делал поездные рабочие графики, создавлял, вот. Можно было всегда договориться, если какой-то день нужно было свободный, чтобы было бы вот, как-то так это все в этом плане. То есть человек, как бы был он такой разносторонне развитый и с компьютером говорил на «ты». Абсолютно, да, вот, конечно, жалко вот сейчас насчет, насчет этого, что кто нам будет сейчас такие конкретные графики составлять. Это пока еще все беседно-баласки, потому что сейчас в зимний период особо-то работ таких нету. Вот, а начнется весенний период и летний период, там уже работа будет по-серьезному, соответственно. Очень много рабочих поездов будет, и там уже надо с бригадами уметь обращаться, то есть делать суточный наряд, не суточный, а месячный, в принципе, график. Так как рабочие поезда особо нестабильные, они бывают, и отменяются, и бывает, и вызывают, и вызывают совсем на другой день. Вот, вот тут, вот тут не сыковка, вот, бывает с бригадами. А Чао, он был такой человек, он был постоянно на телефоне, то есть фирма, которую мы обслуживаем, она постоянно ему звонила, и, соответственно, он уже знал, кто из составителей, кто из машинистов, может в какой-то момент сразу, скажем, немедленно выйти на работу и выполнить этот процесс работы. Это получается, он был так, типа, бригадира, да? Абсолютно, да. Ну, как... Ну, неофициально. Да, можно, можно назвать старший нарядчик, вот, и плюс машинист, и... И плюс Чао. Да, и плюс Чао. Веселый человек, всегда шутки у него. Абсолютно, да. С ним приятно было разговаривать. Он никогда ни на кого не злился. Никогда. Да, никаких таких, скажем, сердитых слов от него никогда не услышишь просто. Вот, хотя, конечно, скажем так, сперва мы контактировали с ним меньше, потому что мы работали в раздельном депо. То есть я работал 200 километров отсюда, но, естественно, мы сталкивались. Сталкивались, потому что мы работали на 10-х поездах, вот. Он начинал, конечно, помощником, но и быстро он сдал экзамены и получил права машиниста. И начал работать машинист. Вот и Чао появился. Разбойник наш. Валера, помнишь, у него такая мечта была еще выиграть в лотерею большие деньги? Миллион, по-моему, он хотел, да? Да, да. Расскажи про это. Да, конечно, да. Он все равно мечтал и покупал билеты лотерейные, чтобы выиграть, да, такую энную сумму, на что отремонтировать паровоз. Это да. Да, на свои деньги он хотел. Конечно, у нас есть такая, у всех такая маленькая мечта, чтобы какой-то вклад сделать, да? Но у него конкретно, вот он постоянно вспоминал вот это, да, вот это радовало даже, что вот человек... То есть деньги не пропить, не поесть, не потратить на себя, там, на семью, а вот на эти деньги отремонтировать паровоз. Отремонтировать паровоз он мечтал, потому я и говорю, что... Вот много таких людей, чтобы мечтали о таком. Вот это удивительно. Нет, я говорю, что особо нет. Все любители только сбоку. Да вообще нет. Да, любители больше сбоку посмотреть, да. Да, 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 да. Ну, так как конкретно такой помощи, да, потому что это там работа серьезная, это не на цепозе прокатиться. Это понятно. Там все-таки совсем другой процесс, но он был этим заинтересован, вот потому я ранее сказал, что у нас было запланировано теоретическое обучение. Вот сейчас январе-феврале, вот, так что... К сожалению, без него это все будет. Да, к сожалению, теперь, да, без него. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, Валера, так в заключении нашего разговора, наверное, скажи, что... Как мы будем обходиться без него? Конечно, первые месяца, конечно, трудновато будет, вот, мы постараемся справиться, вот, и... У нас выхода нет. Ну, естественно, естественно выхода нет. Конечно, будет нам его очень не хватать. Да, жизнь, конечно, продолжается, вот, и что можно, что, пускай будет, земля ему плохо. Это да. Ну, и от себя добавлю, что когда будет какой-то праздник или там выходной, или чтобы помянули его, 40 дней, когда ему будет? Ну, вот, надо посчитать. У меня там видео, по-моему, ошибка была, я сказал, что он умер 29-го вечером, а он умер 28-го вечером, поэтому я извиняюсь, я получил такую неверную информацию на один день. Если он умер 28-го, там можно посчитать, высчитать 40 дней, когда будет, и помянуть его. Да, ну, естественно, да. И мы все это сделаем тоже. Ну, вот, 3-го числа у нас здесь, конечно, в депо был такой столик, где мы, конечно, и 3-го числа его проводили. Да, конечно, жалко, но нам ничего не поделаешь в этой ситуации. Абсолютно, конечно. Вот помнишь, когда мы еще на 10 поезды ходили и говорили, что... Ну, что человек, ну, конкретно там ничего не говорили, мы знали, что он в больнице лежит, вот. Ну, мы все надеялись, надеялись на то, что, конечно, он... Да, мы тогда даже не стали говорить. Да, абсолютно не стали, потому что мы даже не имели права, может быть, об этом говорить пока, правильно? Ну, конечно, да. Как мы можем заранее какие-то прогнозы делать, вот, мы просто думали, что он выйдет из этого кризиса и будет все нормально. Но, к сожалению, все ждали его на работе, да. Да, вот. Ну что, на этом будем заканчивать. Да, все. Всем пока. Всем до свидания. До следующего раза. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Димит, уже будет на зимний этот... Отдыхать, каникулы, да? Нет, у него будет, как медведь, он будет спать целый этот зимой. И Коля в это время делает новые шнурики. Все новые провода, я уже договорился, и капремонт высокого инфу будет. Да, кстати, тут между делом всем привет, да? Всем привет. Ну, а сейчас самая главная фишка. Самая главная фишка. У меня уже будет коллекция, уже второй. Второй будет кольц, чтобы вы его встретили подарок. Вот передаю подарок Чао от машинистов из Питера. Да, очень благонарит. Вот. Посмотри, там какая птичка даже есть в комплекте. Правильно, ты поставишь что-то в видеокейп по ним? Да, обязательно. Потому что много этих галстуков. Но когда-нибудь я тебя заставлю все их одеть сразу, разом. И, да, будет так. Вот это будет интересно. Поставим его фишку, и это будет, как этот, тружба народов. Да, 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 да. Вот и сейчас тружба народов мы продолжаем. Поэтому железная дорога уже связана с народами. И вот и получается тружба народов. Поним. Ну вот, такое небольшое видео. Давай, привет всем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok